Здравствуйте, еще раз. Мы продолжаем. В прошлый раз мы не успели обсудить композицию линейных отображений, на ней остановились, поэтому с нее и продолжаем. Но это еще тема прошлой лекции. И третья у нас были операции над линейными отображениями, и третья операция, которую мы должны обсудить, — это композиция. Композиция линейных отображений. Ну, и вроде бы я уже писала, что если мы возьмем линейное отображение из пространства У в пространство В, да, по-моему, так было, линейное отображение Ж из пространства В в пространство W, то композицией Ф на Ж называется отображение H, которое действует из У в W. Ну и по следующему правилу. То есть для любого у вектора У из нашего У, H от У — это G, так, я неправильно написала, G от F, простите. G от F — это G от F от У. То отображение, которое мы применяем раньше, оно стоит правее, потому что оно применяется к вектору, а потом еще и G, уже к F от У. Да, ну то есть У у нас из У, поэтому F от У из В, и тогда раз F от У из В, то к нему уже можно применить отображение G. Вот. И мы бы могли хорошо бы изучать композицию, если бы убедились, что это линейное отображение, да, потому что мы изучаем линейное отображение. Ну поэтому первая лемма, что композиция линейных отображений является линейным отображением. Ну как действует композиция, я думаю, всем понятно. Опять же, это на мотоанализе уже было, да? Было же? Вот. Но здесь главное не запутаться, что писать слева, что писать справа. Ну вот чем правее, тем раньше мы эту функцию применяем, тем раньше мы это отображение применяем. Так. Ну так вот. Почему же это так? Что нам надо проверить? Ну нам надо проверить два свойства линейности. То есть давайте возьмем вектора У1, У2. И посмотрим H от суммы. Ну, У1, У2 и У. Ну тогда по определению нашего отображения H, это G от F от У1 плюс У2. Ну и дальше F у нас линейно, поэтому это G от F от У1 плюс F от У2. Ну это из линейности F. Вот это равенство из линейности F. Вот. Ну а G тоже линейно, поэтому G от суммы — это сумма G. То есть это G от F от У1 плюс G от F от У2. Это из линейности G. Ну а G от F от У1 — это по определению H от У1, а G от F от У2 — это H от У2. Поэтому первое свойство линейности о том, что H от суммы — это сумма H, мы доказали. Первое. Да, тут все понятно. Вот. Ну второе, что нужно доказать, это что H от лямбда У, ну давайте альфа раньше писали, от альфа У, где альфа из R, У из У, что это есть лямбда на H от У. Ну опять же, H от лямбда У, альфа У по определению — это G от F от альфа У. Опять же, из линейности F можно альфа вынести за F, то есть это будет G от альфа от F от У. Ну а дальше из линейности G альфа из АЖ тоже выносится, то есть это альфа от G от F от У. Ну а это H от У, поэтому это альфа на H от У. То есть второе свойство линейности отображения мы тоже доказали. Ну а значит H линейно. Здесь все понятно? Хорошо. Ну а раз H линейно, то значит у него есть матрица отображения. Если мы зафиксируем Е1, ЕН, это пусть будет базису, Е1 штрих, Е, ну хотя, ну хорошо, давайте лучше Е. Е1 штрих, ЕМ штрих, это базис В, и Е1 штриха, ЕК штриха, это базис В. Вот давайте мы три базиса в трех пространствах зафиксируем. Они могут быть разных размерностей, могут быть одинаковых размерностей. Тогда мы можем определить матрицу А. Матрица А это матрица отображения F. Но F у нас действует из N мерного в M мерное, значит это матрица размера N на M. Да, матрица B это матрица отображения G. Оно действует из M мерного в K мерное, поэтому это матрица M на K. Ну и пусть матрица C это матрица вот этой нашей композиции. Поскольку композиция линейная, то у нее тоже есть матрица. И она размера... У нас композиция действует из N мерного пространства в K мерное, поэтому она размера N на K. Ну и утверждение заключается в том, что... Давайте на этой доске... Ну или давайте... Ну, хорошо, давайте все-таки здесь. Утверждение заключается в том, что матрица C это есть матрица B умножить на матрицу А. Так, сейчас, правильно ли я написала? Да, B на А... Неправильно написала я почему-то. Сейчас. Сейчас. Так. Должно быть А на B, чтобы размерности совпадали. Да. Но там же G на F, поэтому должно быть B на А. Так, сейчас, секунду. Ну, вот сейчас мы поймем. Ладно, давайте пока... Ну, давайте напишем А на B. Так, А на B. Сейчас разберемся. Но вообще должно быть вроде B на А. Так. Да, может быть... Сейчас. Может быть, я неправильно написала размерности матриц. Давайте сейчас подумаем все-таки. Матрица у нас действует из N-мерного пространства в M-мерное. Значит, у нас... Да, значит, у нас правильно. Если она действует из N-мерного в M-мерное, то наоборот, у нас M-строк и N-столбцов. Вот. А здесь, если она действует из M-мерного в K-мерное, то значит, у нас K-строк и M-столбцов. А здесь у нас действует из N-мерного в K, поэтому у нас K-строк и N-столбцов. Да, это вот здесь я ошиблась. Это точно правда, сейчас я вас не обманываю, но если вы вспомните определение матрицы, то действительно у нас количество строк – это размерность пространства, куда мы отображаем. Поэтому правильно все-таки C – это B на A. Значит, почему B на A, а не A на B? Ну, потому что отображение… Почему мы сейчас докажем, но как запомнить в смысле? Потому что отображение H – это G на F. Да? Поэтому здесь слева должна стоять матрица G, а справа матрица A. Так, запомнить можно. А как доказать, мы сейчас докажем. Я для начала напомню, что значит перемножить матрицы. Если у нас есть матрица B, которая у нас какого размера K на M, значит, у нее элементы B, 1, 1, K на M, то есть B, 1, M, B, давайте тут где-то будет B, I, 1, B, I, M, и B, K, 1, B, K, M. И матрица A размера M на N, M на N, значит, у нее M строк, N столбцов. A, 1, 1, 1, A, 1, N, A, 1, G, и так далее, и так далее. A, K, 1, да, сейчас сколько у меня? N и M. A, M, 1, A, M, G, A, M, N. Так вот, тогда произведение этих матриц, давайте я ее пока назову какой-нибудь матрицей D, то произведение матриц по определению это матрица D с размера, если у нас тут была матрица размера K на M, а тут матрица размера M на N, то произведение это матрица D размера K на N с элементами D и G, которые определяются следующим образом. D и G это B и 1 на A 1 G плюс B и 2 на A 2 G, ну, плюс и так далее, плюс B и M на A M G. Ну, или это можно записать через сумму. Тут вот, как мы видим, вот тут и вот тут элементы совпадают и пробегают от единицы до M. Поэтому это будет сумма B и S на A S G, где S пробегает от единицы до M. Это вот определение произведения матриц. Да? Ну, это было на семинарах уже. Пока мы только дали определение произведения, теперь я хочу доказать, что матрица композиции – это действительно вот такое произведение. Ну, почему? Чтобы найти матрицу композиции, мне надо эту композицию применить к базисному вектору E, и E, а потом разложить по базисным векторам в пространство, куда мы отображаем, то есть по базисным векторам с двумя штрихами. Ну, что получится? Значит, H от E, и с одной стороны это, чтобы найти матрицу С, это будет C 1 I E 1 2 штриха, да, плюс и так далее, плюс C K I E K 2 штриха. Тогда вот C – это как раз коэффициенты матрицы, которая соответствует отображению H, с одной стороны. С другой стороны это G от F от E I. F от E I я знаю, потому что я знаю матрицу отображения F. F, да, это будет A I 1 на E 1 штрих, плюс и так далее, плюс A I M на E M штрих. F от E I по определению матрицы отображения – это вот такое выражение. Хорошо, но из линейности это можно записать как сумма, A можно вынести из-под G, потому что A – это коэффициенты, да, из линейности они выносятся. Но я напишу, что это A I S на G от E S штрих. Ну и S пробегает у нас от единицы до M. Да, это понятно? Я A вынесла, но и сумму записала в виде значка суммы. Так, но G от E S штрих я тоже знаю, потому что я знаю коэффициенты матрицы G. Это будет сумма S от единицы до M A и S. Так, извините, я вот тут неправильно написала. Тут 1I, M I. Поэтому не A и S, а A S I. Да, вот здесь я правильно написала, это я здесь неправильно написала. Да, а G от E S штрих – это что? Это B, так, E 1 2 штриха, B 1 S, E 1 2 штриха, плюс и так далее, плюс B, B K S, E K 2 штриха. Вот. И мне интересно, что стоит вот в этом всей сумме, да, эта сумма умножить на сумму. Меня интересует, что в этой сумме всей стоит при элементе E G 2 штриха. Ну, что там стоит? Это будет сумма по G от единицы до K. Меня интересует, что стоит при E G 2 штриха. Ну, при E G 2 штриха, вот эта вся сумма, да, умножается на, вот здесь стоит такой элемент, B G S E G 2 штриха. Поэтому, чтобы понять, что стоит при E G 2 штриха, вся сумма умножается на B G S. То есть здесь будет стоять сумма S от единицы до M A S E на B G S. Так, понятно ли это? Что? Непонятно. Значит, я взяла вот эту, ну, у меня что здесь написано? Вот эта сумма, это какая-то скобочка. И вот эта сумма, это какая-то скобочка. По сути, я теперь меняю скобочки местами. Ну, понятно, произведение можно поменять скобочки местами. И вот эту сумму расписываю тоже в виде суммы, в виде значка суммы. Вот. И смотрю просто мне, чтобы правильно все это записать, мне надо понять, что стоит возле E G 2 штриха. Ну, что стоит возле E G 2 штриха? Вот здесь стоит элемент B G S, но он еще умножается на всю вот эту вот, на всю вот эту скобочку, на всю вот эту сумму. Поэтому вот у меня элемент B G S умножился на всю вот эту сумму. Вот. Если честно расписать вот это в виде скобочки, вот это в виде скобочки, все перемножить, то у вас вот просто получится такая сумма. В этом, правда, можно убедиться. Но суммы, когда они конечные, переставлять местами можно. Да, по сути, у меня вот здесь значок суммы был, и вот здесь значок суммы. Я их переставила просто местами, и все. Потому что перестановка местами значков суммы – это то же самое, что если бы вы скобочки, вот эту скобочку умноженную на вот эту скобочку, поменяли бы местами. Ну, практически, да. вот, ну, а что это значит? А это, если вы посмотрите внимательно, это как раз элемент произведения. это D, G, I. Это элемент D, G, I. Ну вот, видите, элемент D, I, G – это когда B, I, S на A, S, G. А у меня B, G, S на A, S, I, значит, это элемент D, G, I. Значит, при E, G, 2, H стоит элемент D, G, I из произведения. От другой стороны, при E, G, 2, H, вот здесь должен стоять элемент C, G, I. Ну, а значит, C, G, I равно D, G, I. Ну, а где D, G, I – это элемент произведения. Ну, а значит, просто матрица C, действительно, это матрица B умножить на матрицу A. Да? Так. Есть ли вопросы по доказательству? Ну, самый сложный момент – здесь сумму переставить, но если вам так сложно, вы можете всегда взять честно эти скобочки, правда, расписать и перемножить. И честно-честно получится вот такое выражение. Ну, а? Да, которое определение, да. А, то есть мы проверим, что если мы перемножим эти две матрицы, то есть отображаем, да, то есть если мы перемножим эти две матрицы, все, да. Ну, идея доказательства, да, ну, значит, конечно, логичность, ну, логика на самом деле должна быть не такая во всем этом. То есть мы берем отображение F, берем отображение G, смотрим на матрицу композиции и пытаемся понять, как получить матрицу композиции, зная матрицы A и B. И отсюда приходим к понятию произведения и говорим, что тогда произведение надо определять вот таким образом. Ну, как бы. Но нам удобнее для доказательства и для понимания, и для работы с этим всем удобнее сразу сказать, что такое определение, а потом уже доказать, что действительно матрица композиции – это произведение. Я сказала, что определение, что такое произведение. Ну, конечно, так тоже доказывать можно, но я имею в виду, что глобально идея все же в том, что операция произведения матриц рождается из операции композиции линейных отображений. Как бы. Но это ладно, это так. Чуть-чуть про математику. Так, ну что? Что пример? Давайте посмотрим, например. Вот что будет, если я возьму композицию двух поворотов? Вот у меня есть отображение F – это поворот, ну, в R2. В R2. Из R2 в R2. F – это поворот на угол Фи. А G – тоже из R2 в R2. Это поворот на Пси. Как вы думаете, что тогда их композиция? Это тоже действие из R2 в R2. И что это должно быть? Поворот на Фи плюс Пси, да. Ну вот, давайте это по матрицам, можно в этом убедиться. Ну почему? Потому что матрица, ну вот давайте это, значит, матрица С, да. Это должно быть произведение матрицы поворота на Пси умножить на матрицу поворота на Фи. Матрицу поворота мы искали. Матрица поворота на Пси будет выглядеть так, косинус Пси, синус Пси. Это у нас был пример в прошлом, на прошлой лекции. Минус синус Пси, косинус Пси. Это поворот на Пси. А вот это поворот на Фи. Вот так. Такая же была матрица, правильно? Когда мы обсуждали поворот. Вот. А я хочу доказать, что если я их перемножу, я получу матрицу поворота на Фи плюс Пси. Ну почему? Я давайте все не буду перемножать, я посмотрю, ну, что получится вот здесь, на месте 1,1. Да, чтобы умножить, получить элемент 1,1, мне надо первую строчку умножить на первый столбец. Ну, как там написано, я, по-моему, об этом не сказала, но мы на семинарах обсуждали, да, чтобы получить элемент произведения ИЖ, я Итую строчку умножаю на Житый столбец. Ну, это ровно то, что здесь записано. Вот. Ну, поэтому, чтобы получить первый элемент 1,1, я эту строчку, первую строчку умножаю на первый столбец. У меня получается косинус Пси, косинус Фи, минус синус Пси, синус Фи. Ну и дальше там какие-то элементы. Но если мы вспомним школьную трагонометрию, то то, что здесь записано, это ровно косинус Фи плюс Пси. Ну и дальше вы здесь получите минус синус Фи плюс Пси, если честно перемножите. Здесь вы получите синус Фи плюс Пси, а здесь вы получите косинус Фи плюс Пси. Ну то есть действительно вы получите матрицу поворота на угол Фи плюс Пси. То есть как нам казалось, что должен получиться поворот на Фи плюс Пси, матрица нам дала точно такой же ответ. Вот, хорошо. В композиции разобрались. В чем глобальный смысл? Что мы будем делать дальше? Мы сейчас обсудим свойства линейных операций. И из них выведем свойства матриц. Чтобы отдельно свойства матриц не доказывать, вот мы сейчас так хитро поступим. Поэтому я буду писать слева свойства линейных отображений, а справа я буду писать соответствующие свойства матриц. Вот. Поэтому определение. Ой, не определение, а подзаголовок свойства линейных отображений. И определение следующее. Тождественным отображением, которое обозначается ID, то есть identical, тождественное, ну там из пространства ву пространство у, называется отображение, которое действует следующим образом. Оно вектор не меняет. То есть ID от вектора, это просто вот этот вектор. Что было, то и осталось. Это тождественное отображение. Какова матрица тождественного отображения? Ну, давайте посмотрим. Мы возьмем и применим к базисному вектору тождественное отображение. Что мы с одной стороны должны получить? С одной стороны мы должны получить А1 и Е1, плюс и так далее, плюс АН и ЕН. И это будут коэффициенты матрицы, соответствующие тождественному отображению. А с другой стороны мы знаем, что ID делает с ЕИ. Но его переводят куда? Просто в ЕИ. Ну, значит, если мы сравним вот эти выражения вот с этими, мы получим, что АИИ должно равняться единице, потому что вот здесь при ЕИ стоит АИИ. Ну, а все остальные АСИ, где С не равно И, должны равняться нулю. Ну, это называется единичной матрицей. Единичной матрицей размера N на N называется матрицей вида, которая на диагонали единицы, а остальные нули. Ну, и замечание состоит в том, что тогда получается, что матрицей тождественного отображения является единичная матрица. Ну, вот теперь, зная это, мы сможем сформулировать свойства. Да, то есть, значит, матрицей тождественного отображения является единичная матрица. Ну, хорошо. Какие тогда свойства? Первое свойство. Здесь я пишу свойства линейных отображений, а здесь соответствующие свойства матриц. То есть, здесь свойства линейных отображений, а здесь свойства матриц. Ну, первое очевидное свойство линейного отображения, что композиция с тождественным отображением равно композиции тождественного отображения с F и равно F. Ну, единственное, если F действует из разных пространств, то это тождественное отображение разных пространств. Ну давайте, если F действует из пространства U в пространство V, то здесь мы сначала попадаем в пространство, мы должны остаться в пространстве U, поэтому это тождественное отображение из U. То есть мы сначала применяем тождественное отображение, оно будет действовать из U в U, а потом к нему применяем F. А здесь мы применили F, поэтому перешли из U в V, и это уже тождественное отображение, но в пространстве V. Ну, какое соответствующее этому свойству матрицы? Ну, значит, если я возьму матрицу А и умножу на единичную матрицу, то есть матрица вот этого отображения – это А на единичную, ну, где А – это матрица F. Матрица вот этого отображения – это единичная на А. Да. Но единственное, только здесь, если матрица А размера n на m, она только m на n у нас, m на n, то вот это n на n. А здесь, если она m на n, то вот это m на n. Вот. И это равняется матрице А. Да? Тут все понятно? Так, хорошо. Второе свойство. Это что F на G плюс H – это есть F на G плюс F на H. Ну, что здесь, как должно действовать? Здесь должны G и H действовать из U в V, да, а F действовать из V, там, в W. Какое этому соответствует свойство матриц? Если у меня есть матрица, здесь матрица А, то если я ее умножу на B плюс C, то это то же самое, что А умножить на B плюс А умножить на C. Ну, опять же, если это размера n на m, то это должно быть m на k. Да? Ну, вот так. Вот. Тоже, да, тут все понятно. Третье свойство. Наоборот, если я сначала F плюс G применю к H, то я получаю F на H плюс G на H. Ну, где здесь F и G действуют из V в W, да, а H действует из U в V. Ну, и соответствующее свойство матриц, что А плюс B умножить на C, это А умножить на C плюс B умножить на C. Ну, где эти какого-то там размера, какого? k на m, да, а это размеры m на m. Ну, пока формулируем свойство, мы их пока не доказываем. Четвертое. Заключается в том, что альфа на F на G это альфа на F на G. Ну, тут, значит, у нас G из U в W, из U в V, а F из V в W. Ну, и соответствующее свойство матриц альфа А умноженное на B равняется альфа умножить на A умножить на B. Ну, где А у нас А у нас размера А у нас размера k на m, да, а B размера m на m. И последнее, пятое свойство, что F на G и все это на H это то же самое, что F на G на H. Ну, где здесь H из U в V, G из V в W, F там из W в Z. Ну, и соответствующее свойство матриц, что А на B на C это А на B на C. Ну, и если это, например, размера S на k, это размера k на m, k на m, это размера m на n. Тогда, если мы докажем свойства линейных отображений, то автоматически будут верны свойства матрицы, нам не надо будет там вот это вот жутко перемножать, перемножать жутко матрицы, из этого перемножения делать какие-то выводы. Они будут автоматически следовать из соответствующих свойств линейных отображений. Давайте, какой свойств линейных отображений вы хотите доказать? Они тут все примерно одинаково доказываются. Ну, давайте первое и пятое. Первое, потому что чуть-чуть по-другому доказывается. Ну, первое. Что нам надо доказать? Значит, нам надо доказать, что F от ID действует как F. Но F от ID от вектора V, ну, или U, это по определению F от ID от U. ID от U это U по определению ID, то есть это F от U. Ну, значит, композиция F от ID действует точно так же, как просто F. Ну, а значит, они совпадают. Ну, с ID на F, понятно, аналогично. Пятое. Тут все понятно? Так. Пятое. F на G на H от U. Это по определению... А, сначала F на G на H. Как там написано сначала? F на G. Ага. Сначала F на G, потом от H. Тогда что это значит? Тогда это мы должны F от G вот такое взять от H от U. Ну, а F от G это будет F от G от H от U. Да, значит, мы сначала отображение, композицию применяем к H. Ну, то есть вот этот значок композиции расписывается через вот это равенство, а вот этот значок композиции через вот это равенство. И получили справа вот такое выражение. Если мы делаем наоборот, если мы берем F от G от H и все это применяем к U, да, то сначала давайте что это будет? Это будет сначала расписать значок вот этой композиции. Это будет F от G от H от U. А потом расписать значок вот этой композиции. то это будет F от G от H от U. Ну, а значит, поскольку справа равенство, то и слева тоже равенство. Угу. Вот. Ну, таким образом мы доказали и свойства линейных отображений, и свойства матрицы. Есть ли вопросы тут? Да, все понятно. Хорошо. Ну, это были цветочки. Теперь мы переходим к более сложной теме, но которая, как мне кажется, воспринимается тяжелее, поскольку там есть какие-то небольшие хитрости. И это тема, которую мы уже тоже успели обсудить на семинарах. Это следующий шаг, что мы можем делать с матрицами. То есть вот мы научились перемножать, знаем теперь какие-то свойства умножения и сложения. Ну, а следующее, что мы делали и будем делать, это считать определитель матрицы. Следующая тема определитель матрицы. Ну, давайте поступим так же, как на семинарах, то есть сначала дадим определение, а потом обсудим все непонятные значки, которые в этом определении записаны. К тому же, если учесть, что для большинства из них эти значки уже понятны, для большинства из вас эти значки уже понятны, потому что вы ходили на семинарах. Ну, так вот, тогда определение. Значит, пусть А квадратная матрица n-н определителем 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 матрица называется вот такое выражение. Но оно обозначается dead, determinant и в следующем виде записывается. сумма по всем сигма из сн минус единица в степени сигма на А1 сигма 1 А2 сигма 2 Аn сигма n Ну, уже мы видели это выражение. Сейчас будем обсуждать, что же здесь записано еще раз. Значит, ну первое, что нам непонятно, это вот эта сигма. И эта сигма это перестановка. Значит, что у нас называется перестановкой? Значит, определение. Перестановкой сигмы из n элементов называется последовательность чисел 1, 2 и так далее n записанных в каком-либо порядке. Главное, чтобы каждый элемент встречался ровно один раз, а в каком порядке, не важно. Ну, там, пример перестановки это пример перестановки из четырех элементов. Это там 4, 3, 2, 1, 2. Например. Это перестановка. Вот. Значит, дальше из неизвестного у нас вот это Sn. Sn – это просто множество всех перестановок из n элементов. Все возможные перестановки из n элементов, какие мы можем записать. Значит, ну, мы уже обсуждали, сколько их штук, да? Их всего n факториал штук. Ну, почему? Потому что чтобы получить перестановку, мы должны числа 1, 2n записать по очереди. На первое место мы можем поставить у нас n вариантов, да? На второе место у нас уже n минус 1 вариант, потому что одно число мы использовали. Ну, и так далее. На последнее место у нас останется один вариант. Значит, всего возможности записать перестановки из n элементов n факториал штук. Хорошо. Так. Значит, с тем, что стоит под суммой, мы разобрались. То есть мы должны взять все возможные перестановки из n элементов и по ним просуммировать. Дальше стоит минус единица в степени сигма. Ну, минус единица в степени сигма это на самом деле знак перестановки. Или его еще просто знак сигма записывают. Значит, что это такое? минус единица в степени сигма ну, или сигну это знак сигма это знак перестановки. Ну, давайте сначала определение. Знак перестановки становки равен плюс 1 или перестановка четная если в ней перестановки четное число инверсий. Сейчас обсудим, что такое инверсия. да, и знак перестановки равен минус 1 или перестановка нечетная если число инверсий в ней нечетное. да, теперь надо дать понятие инверсии и определение два числа в перестановке два, ну, два элемента в перестановке образует инверсию если большее число стоит левее меньшего. вот. Ну, на этом примере, да, значит, как мы считаем число инверсий. Мы смотрим с конца и смотрим, сколько чисел для этого фиксированного числа стоит левее и больше. ну, для двойки левее тройка и четверка больше. Значит, двойка с тройкой образует инверсию, двойка с четверкой. Уже две инверсии. Давайте я вот так запишу. Дальше. Для единицы. Для единицы левее четверка и тройка тоже большее число, поэтому это тоже инверсия. Да, для тройки четверка большее число, поэтому это тоже инверсия. И значит, в этой перестановке 5 инверсий. Ну а следовательно, ее знак равен минус 1, и она нечетная. Да? Все, тут понятно. Ну, поскольку это уже было. Хорошо. И последнее, что осталось определить, это вот сигма от и. Ну, сигма от и это элемент, который стоит в перестановке на итом месте. Ну и то есть теперь все, что записано в понятии определителя, мы знаем. Ну, мы хотя бы понимаем, что это такое. Давайте посчитаем определитель 2 на 2 и обсудим... Не, ну пока давайте, давайте пока посчитаем определитель 2 на 2. Опять же, мы это делали, но лекции и семинары – это две независимые части обучения, поэтому я еще раз это напомню. Так вот, если у меня матрица 2 на 2. Пример, да? А2, 1, А2, 2. То мне надо рассмотреть все перестановки из двух элементов, то есть S2. Ну, у вас 2 у меня всего две возможные перестановки. Это перестановка сигма 1, которая 1,2, и перестановка сигма 2, которая 2,1. Больше вариантов нет. Хорошо. Тогда по определению определителя. Определитель вот этот 2 на 2. Это. Сначала я беру перестановку сигма 1. Я же должна взять сумму по всем перестановкам. Вот беру перестановку сигма 1. Дальше здесь будет А1, сигма 1 от единицы. А2, сигма 1 от двойки. Да? Ну, плюс по второй перестановке минус единицы в степени сигма 2. А1, сигма 2 от единицы. А2, сигма 2 от двойки. Хорошо. Ну, что такое? Значит, минус единицы в степени сигма 1 – это знак перестановки сигма 1. Здесь всего два элемента, они инверсию не образуют, поэтому знак перестановки сигма 1 – это плюс 1. Ну, дальше. Сигма 1 от единицы – это то, что стоит на месте 1 в сигма 1. Это единица. Сигма 1 от двойки – это то, что стоит на месте 2. Это двойка. Значит, первое выражение в сумме дает мне просто А1, 1, А2, 2. Дальше. Минус единица в степени сигма 2. Здесь вот два элемента, и они образуют инверсию. Значит, здесь одна инверсия. Значит, перестановка нечетная, поэтому знак минус 1. Ну, дальше. А1, сигма 2 от единицы – это то, что стоит на месте 1 в сигма 2 – это двойка. И сигма 2 от двойки – это то, что стоит на месте 2 – это единица. Ну, значит, определитель у нас 2 на 2. Вот так выглядит. Да, это диагональные элементы. Произведение диагональных минус произведение на побочный диагональный. Хорошо. Но дальше, чтобы работать и чтобы заказывать какие-то теоретические моменты с определителем, нам нужно знать еще кое-какое свойство про перестановки. Для этого надо ввести вот это понятие транспозиции, которое я все время путаю с инверсией на семинарах. Вот теперь вы тоже узнаете, что это такое, и тоже будете путать. Перестановка местами любых двух, не обязательно соседних, элементов перестановки. Тут масло масляное, но перестановка здесь в смысле меняния местами. Любых двух элементов перестановки называется транспозиция. Ну, то есть это некая операция. Транспозиции. То есть это некая операция над перестановкой. Я взяла, поменяла 2 элемента, любые 2 элемента местами в перестановке, и это называется транспозиция. Например, у меня была перестановка 1, 3, 2, 4, а стала перестановка 4, 3, 2, 1. Я взяла их, поменяла места. Это я осуществила с перестановкой транспозиции. И утверждение, которое нам понадобится, заключается в том, что транспозиция меняет знак, ну и, значит, и четность, то есть четность перестановки. Немного удивительно, что если соседние переставим, то может быть, а если какие-то не соседние, неужели тоже четность изменится? Ну вот, оказывается, да, давайте сейчас мы это докажем. Значит, первое. Сначала давайте докажем, что если мы поменяем местами два соседних элемента, то изменится знак. Если поменяем местами два соседних элемента, то я утверждаю, что поменяется знак перестановки. Ну, почему? Ну, потому что вот у меня пусть перестановка там. К1, КИ, КИ плюс 1, КН. Я взяла и поменяла местами вот эти два элемента. Сколько вот тут для этих было инверсий, столько для них инверсий и осталось. Вот для этих, да? Сколько было инверсий, столько и осталось. Для этого элемента число инверсий изменилось на единицу. Ну, как бы для этой пары, да? То есть если эта пара, ну, для этой пары число инверсий изменилось на единицу. Ну, то есть если они образовывали инверсию, то когда мы поменяли местами, инверсия стала на одну меньше. Если не образовывали, то когда мы их поменяли местами, инверсия стала на одну больше. Ну, а для этих ничего не изменилось, потому что перед ними что стояло, то и стоит. Для этих не изменилось. Ну, а значит число инверсий поменялось на единицу. Либо плюс единицу, либо минус единицу. Поэтому знак поменялся. Хорошо. Да, тут все понятно. Так, а если мы меняем местами не соседние элементы? Не соседние. То есть пусть у меня был элемент k1, потом был ki, тут ki плюс 1, тут какой-то ki плюс g минус 1, почему kg минус 1, kg, ну и так далее, kn. Вот была такая перестановка. Вот здесь между ними s элементов. И я хочу поменять k, i, t и kg местами. Давайте, что я буду делать? Я буду сначала k, i, t менять со всеми соседними, пока не дойду до k, j, t. То есть я буду делать k, i, t с ki плюс 1, поменяю местами, потом вот так поменяю, ля-ля-ля, и потом вот с k, j, t поменяю местами. Да, значит, меняю k, i, t с соседями. Вправо как бы, да? Переставляю его вправо, меняя все время соседями. Но сколько перестановок я сделаю? Я поменяю его s плюс 1 раз, да, потому что вот здесь вот я его меняю с k и плюс первым, и плюс вторым и так далее, с k житом. Если внутри s элементов, то я его поменяю с s плюс 1 элементом, да, то, значит, я сделаю s плюс 1 в соседнюю перестановку. И при этом что я получу? При этом я получу вот такую перестановку. У меня будет k1, потом будет ki плюс 1, k, j минус 1, k, j, k, i, k, n. Да, то есть я его переставила за k, j. Получу вот такую штуку. Да? Ну а давайте теперь k, j переставлять обратно на место k, i. Теперь я беру и k, j меняю с соседними влево. И так далее, вот пока я его не переставлю с k, i плюс первым. Напомню, что вот здесь вот это s элементов. Да, то есть теперь я k, j переставляю влево. И тогда я сделаю s соседних перестановок. Потому что я его переставлю вот с этими s элементами. Ну и приду к нужной мне перестановке. k1, k, j, k, i плюс 1, k, j минус 1, k, i и так далее, k, n. То есть приду к тому, что мне надо. При этом я сделала, сделали мы с вами вместе, 2s плюс 1 в соседнюю перестановку. Ну сначала сделали s, потом s плюс 1, потом еще s. Ну а значит мы поменяли знак. Мы сделали нечетное число перестановок соседних. Каждая перестановка меняет знак. Ну значит знак поменялся. А это мы и хотели доказать. И значит транспозиция, какая бы она ни была, в соседних элементах, не соседних элементах, она все равно меняет знак. Да? Так. Да. Да, поменять знак. Ну да, здесь нечетное число соседних перестановок. Каждая соседняя меняет знак. Если мы нечетное число соседних сделаем, то значит в итоге знак поменялся. Если бы четное сделали, то он бы не поменялся. Не одну, а соседнюю. Одну соседнюю. Да, да. Так. Хорошо. Ну какой, например, геометрический смысл? Геометрический смысл определителя. Мы не будем его доказывать. Мы его... Ну как? Сейчас мы его чуть-чуть обсудим. И потом докажем одну теорему, из которой, в принципе, геометрический смысл следует. Ну вот, например, в примере 2 на 2, на этом примере, определитель матрицы А2 на 2, это на самом деле площадь, площадь параллограмма, натянутого на векторы А1, А2. Где вектор А1 – это первая строчка. Вот это немножко необычно, это строчка, а не столбец. А2 – это вторая строчка. Ну, со столбцом, правда, это тоже будет работать, но мы будем, хотим доказать для столбца, для строчек. А? Ария – это площадь. Площадь со знаком причем. Ну то есть что это значит? Это значит, что если я возьму вот вектор А1 и А2, то вот я натягиваю на них параллограмм и определитель – это вот эта площадь. Причем площадь со знаком плюс, если угол от А1 до А2 меньше π, и со знаком минус, если больше. Ну вот тут, если я буду идти от А1 до А2, у меня получится угол меньше, чем π. Значит, здесь площадь и определитель положительные. А вот в такой картинке… А, ну если я иду по часовой стрелке, имеется в виду. Против часовой стрелки, извините. А если здесь я иду против часовой стрелки от А1 до А2, то у меня угол больше π, и значит площадь будет отрицательной, но и определитель тоже отрицательной. Вот. В действительности тот факт, что это площадь, можно доказать из следующих соображений. Из того, что площадь должна удовлетворять трем свойствам. Свойства линейности, а именно площадь от А1' плюс А2' плюс А1'2' А2, она должна быть линейна. Второе свойство площади… Ну, линейность еще означает, что А1'а1'а2'а2'а2'а2'… Второе, площадь, она должна быть кососимметричной, ну то есть здесь, если я векторы поменяю местами, то площадь, конечно, не изменится от этого. Вот здесь, да? Если А1 у меня станет А2, А2'а1'. Площадь сама не изменится, но изменится знак. То есть площадь от А1, А2 – это минус площадь от А2, А1. Ну и третье, чему удовлетворяет площадь, что если я возьму стандартный базис в R2, вот это не просто какой-то базис, а наш стандартный. 0, 1, 1, 0, 0, 1. То у меня площадь, конечно, должна быть единицей. Но если я натяну параллограмм на Е1, Е2, то я получу квадрат с площади единиц. Так вот, оказывается, так интересным фактом, то есть площадь, она точно этим трамп-свойствам удовлетворяет. Ну, эти два очевидны, вот это может быть не очень очевидно, но если нарисовать, то понятно, что площадь линейна по каждому из аргументов, по первому вектору и по второму вектору. Вот. А оказывается, что единственная функция, которая удовлетворяет вот этим трём свойствам, это определитель. То есть у нас просто нет других вариантов. Если мы требуем, чтобы выполнялись вот эти три свойства, они для площади выполняются, то единственное, что может быть, это определитель. И мы сейчас это докажем в общем случае. Давайте вот здесь. Да. Area. Прям просто по-английски, да? Area. Так. Так. Вот. Так вот, давайте этот факт докажем, и докажем мы его под заголовком полилинейность и кососимметричность. Значит, определение. Сначала дадим понятие полилинейности и кососимметричности. Да, всё нормально или вопрос какой-то? Полилинейность. Полилинейность. Значит, функция f от n векторов a1an полилинейна, полилинейна, если она линейна по каждому аргументу. Ну, поле это значит, да, по каждому как бы поле много, но по каждому. Но линейно-линейно. Ну, что значит, что она линейна по каждому аргументу? Ну, то есть, если я возьму f от a1, там, aK' плюс aK2'а и так далее, а n, это должно равняться f от a1aK'а плюс f от a1aK2'а. f от a1aK2'а и так далее, И если я возьму альфа от aK, то это альфа можно вынести. Ну и так с любым аргументом. Ну, в общем, линейна по каждому аргументу. Если мы зафиксируем все, кроме одного аргумента, то она будет линейна по тому, что мы не зафиксировали. Что такое кососимметрическая функция? Определение тоже f кососимметрическое. Если для любых iG f от a1aIaGaN есть минус a1aGaIaN. Ну, то есть, если мы переставим любые два элемента, любые два аргумента, то знак поменяется. Ну, уже что-то напоминает, да? Так и должно быть. Вот. И тогда теорема. Да, ну давайте сразу заметим, что вот то, что написано для aEa справа, вот это просто полилинейность. Ну, здесь написано линейность по первому аргументу, но по второму тоже должна выполняться. А вот это как раз кососимметричность. Я поменяла двумя два аргумента местами, у меня знак вылез. И теорема основная, которую мы хотим доказать, заключается в том, что в Rn существует единственная полилинейная кососимметричная функция f от n векторов такая, что на базисе, на стандартном базисе она дает единицу. Ну, где e1? eN — это стандартный наш базис в Rn. Так вот, она такая единственная. Она должна удовлетворять вам свойства полилинейности, кососимметричности и тому, что она на e1, eN дает единицу. Так вот, она такая единственная, и она определяется равенством. Причем она определяется равенством. Ну, то есть, она определяется ровно тем равенством, которое определялся определитель. Но только что здесь такое? Ну, у нас векторы a1, aN, а тут у каждого a2 индекса. Ну, просто имеется в виду, что вектор a1 в стандартном базисе имеет координаты a1, a1, n, да? Ну, то есть, вектор aE в стандартном базисе имеет координаты aE1, aE, n. Вот это основная теорема, которую мы должны попытаться успеть сейчас доказать. Ну, она такая, на самом деле, ну, мне кажется, она достаточно неочевидна. Всего три свойства требуется, а оказывается, что единственная висфункция вообще в мире этому удовлетворяет. И это ровно тот самый определитель. Вот неожиданность. Так, давайте докажем. Формулировка понятна? Доказывать готовы? Что-то уже не так уверена. Ну, ладно. Так, первое, давайте, что мы докажем? Что если существует, то единственное. Да, нам надо доказать существование и единственность. Если существует, то единственное. То есть я хочу доказать, что если у меня есть функция f, которая полилинейная, кососимметричная, на стандартном байсе дает единицу, то она может представляться только вот так, как записано. И больше никак. А? Нет, функция – это, пожалуйста, отображение из rn в r. Да, отображение из rn в rm – это отображение. Функция – это отображение из rn в r. Из rn в r. Не просто в rm какое-то, а просто в r, в числа. То есть функция может принимать значение только числа. Не вектор, а числа. Так вот, если она существует, то единственное. Давайте это докажем. Пусть у меня вот f – это полилинейная, линейная, кососимметричная, и плюс на e1, en она дает единицу. Что я тогда могу сказать? Как она действует на a1, an? То есть вот это я знаю. То, что написано сверху, я знаю. Я хочу понять, как она действует на a1, an и доказать, что ровно вот таким образом. Ну, что? Это будет f от… Что такое вектор a1? Вектор a1 – это a1i на ei сумма. Давайте на a1k1 я напишу. На k1, где k1 меняется от единицы до n. Но я расписала вектор через его координаты. Ну и так далее. А, n – это a, n, k, n на e, k, n. Ну, опять же, расписала вектор через его координаты, то есть развожила по базису. Ну что, поскольку у меня по условию она полилинейна, то вот эти все значки суммы и коэффициенты я могу вынести за функцию. Да? И я получу сумму… Ну, тут много сумм k1 от единицы до n, k2 от единицы до n и так далее. Это все можно записать в одну сумму, что k1, k, n меняется от единицы до n. Тут a… Отсюда вылезает a1k1, потом a2k2 и так далее. a, n, k, n. А вот тут остается f от е, k1, е, k, n. Это из полилинейности. Отлично. Я хочу понять, чему вот эта штука равна. Что я знаю? Я знаю, чему равно f от е1, е, n. Чтобы из перестановки 1, n получить перестановку k1, k, n, мне нужно сделать, ну, s транспозиции. Ну, я могу всегда посчитать, сколько транспозиции мне нужно сделать, чтобы из единицы из перестановки 1, n получить перестановку k1, k, n. Да? Что это значит? Это значит, что чтобы из f, e, k1, f, e, k, n мне получить f, e, 1, e, n, нужно сделать, нужно здесь, нужно поменять, поменять местами s раз. Нужно поменять местами аргументы s раз. Ну, то есть что, я, короче, беру и меняю тут элементы местами по несколько раз, чтобы получилось e1, e, n, чтобы они упорядочились. Да? Но каждый раз, когда я поменяю аргументы местами, у меня функция будет умножаться на минус единицу, потому что она кососимметрическая. А значит, если я s раз поменяла местами, то она s раз умножится на минус единицу. Поэтому здесь будет минус единица в степени s. Искос асимметричности, так как я s раз поменяла местами. Это понятно? Вот эту штуку я знаю, это по условию единица. Так? Значит, вот это, это минус 1 в степени s. Ну что такое минус 1 в степени s? s это столько, сколько я должна сделать транспозиции, чтобы из вот этого получить вот это. А значит, минус 1 в степени s это знак перестановки k1, kn. Это понятно? Значит, что у меня здесь записано? У меня записана сумма по всем возможным k, пробегающим от единицы до n. Но это же то же самое, что если бы я брала перестановку k1, kn, сюда записала бы k1, kn, взяла бы другую перестановку сюда, дабы записала k1, kn. Поэтому вот эта сумма, это на самом деле сумма по всем возможным перестановкам, да, это сумма по всем возможным перестановкам, ну, типа k1, kn. Если я возьму вот такую перестановку sigma, k1, kn, то вот это и будет sigma от 1, ну и так далее. Вот это и будет sigma от n, а это и будет знак sigma. А значит, это ровно то, что написано вон там внизу. И значит, я доказала, что если у меня существует полилинейная коссимметричная функция, которая при этом на стандартном базисе дает единицу, то единственная формула, по которой она может определяться, это вон та нижняя моя формула. Да? Не, не сумма является перестановкой. Эта сумма является суммой по всем перестановкам. Ну, потому что если k1, kn пробегают от единицы до n, то вот я рассматриваю такую перестановку, где у меня k1, kn могут принимать любые значения от единицы до n. Да? Значит, сейчас я вас немного обманула. Обманула я вас в том моменте, что вот в этой сумме на самом деле могут встречаться выражения, где k1 и kn одинаковые. Да? Которые не будут перестановкой. Но если k1 и kn одинаковые, то есть если среди k1 и kn есть одинаковые, то среди f от e, k1 и kn есть одинаковые векторы, да? А тогда f от них равно нулю. Почему? А, следовательно, f от e, k1 и kn равно нулю. Ну, почему? Потому что если у меня есть одинаковые векторы, там ля-ля-ля, что-то здесь вектор а, ля-ля-ля, что-то здесь вектор а, да? То из кососимметричности, если я поменяю их местами, то у меня поменяется знак. Будет все равно то же самое. Будет, да? Ну, если я а и а поменяю местами, аргумент у меня не изменится. Будет то же самое, но с другой стороны поменяется знак. Значит, у меня одно равно ему же, но с минусом. Ну, значит, оно ноль. То есть, если у кососимметричной функции есть два одинаковых аргумента, то она дает ноль. Поэтому, да, я неправильно сказала в этой сумме. Спасибо за вопрос. В этой сумме не только перестановки, но то, что не перестановки, оно дает ноль. А то, что перестановки, дает вот эту сумму. Вот. Ну, мы не успели доказать вторую часть, а именно, что вот эта функция действительно является кососимметричной, полилинейной и на стандартном байсе дает единицу. Ну, тогда мы это докажем в следующий раз. На этом все. Спасибо. 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 Продолжение следует...